В эфире ток-шоу «Время жить» Это программа о ВИЧ-спиде в России, о проблемах, связанных с этим заболеванием и о том, как нам с этим справиться. Эта программа выходит при поддержке Фонда российского здравоохранения и Межрегиональной общественной организации «Человек и его здоровье». Это 41-я программа, которую мы проводим, уже третий год ездим по разным регионам страны. Мы уже были как-то в Иркутске, это было в 2006 году, и приехали второй раз, скажу вам совершенно откровенно, потому как положение с этим делом в Иркутске и в Иркутской области, на наш взгляд, по крайней мере, неблагополучное. И хотелось бы присмотреться к тому, что происходит детально. Но давайте вот с чего начнем. Начнем с небольшого сюжета, где эти основные вехи, что ли, проговорены. Итак, внимание на экран. Иркутская область на протяжении последних восьми лет характеризуется самым высоким в России показателем пораженности населения ВИЧ-инфекцией. Согласно данным Федерального научно-методического центра по профилактике борьбе со СПИДом, по количеству ВИЧ-инфицированных область находится на первом месте в Сибирском федеральном округе и на втором месте по России. Всего на 1 ноября 2009 года в Иркутской области было выявлено более 28 тысяч инфицированных ВИЧ. Из них от СПИДа и других сопутствующих болезней умерло 3240 человек. Учитывая тот факт, что иркутскими врачами обследуется всего 13% населения, реальная цифра заболевших гораздо больше. Случаи ВИЧ-инфекции отмечаются на всей территории Иркутской области, включая отдаленные северные города и районы. Более трети больных зарегистрировано непосредственно в городе Иркутск. За последние годы изменился характер эпидемического процесса. Если в начале истории заболевания подавляющее большинство ВИЧ-позитивных людей относились к числу наркопотребителей, то в 2008-2009 годах более 60% вновь выявленных ВИЧ-инфицированных заразились половым путем. В связи с этим наблюдается рост числа случаев заражения ВИЧ среди женщин. В области зарегистрировано 4118 детей, рожденных от инфицированных материн. Сложная социальная и внутриполитическая обстановка ВИЧ-области, связанная с вынужденной сменой губернаторов и правительства региона, усугубляемая общим экономическим кризисом, негативно отразилась на процессе профилактики и борьбы с ВИЧ-спидом. Почти год бездействует межведомственная комиссия по борьбе со спидом и другими инфекционными заболеваниями. Расформирован Общественный совет по противодействию наркомании. С начала 2009 года остановлено финансирование по областной программе «Антивич-спид». В то же время поставки лекарственных препаратов жизнеподдерживающей терапии в рамках реализации приоритетного национального проекта здоровья и по линии Фонда российского здравоохранения осуществлялись в полном объеме. Сегодня каждый житель Иркутской области, нуждающийся в данной терапии, имеет возможность получать лекарства бесплатно. Однако со всей очевидностью понятно, что одним лекарствами пожар ВИЧ-эпидемии не затушить. Беспродуманные, спланированные и, главное, в полном объеме профинансированной профилактической программы невозможно справиться с нарастающей эпидемией. Тем не менее, как показывать мировой опыт и ситуация в отдельных успешных регионах России, это происходит при наличии политической воли и консолидации усилий всех слоев общества. Ну вот некоторые цифры. Кстати, хочу довести до вашего сведения, что по России, судя по официальным данным Министерства здравоохранения, официально зарегистрировано 500 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. Ну и по самым скромным подсчетам, это надо умножить на три, поскольку далеко не все проверяются и далеко не все даже знают, что они ВИЧ-положительные. Ну, значит, считайте, порядка полутора миллионов, это больше одного процента населения, что грозит настоящей эпидемией. То же самое по всем регионам. Те цифры, которые есть, конечно же, значительно меньше реального положения дел. Ну и, соответственно, проблемы. Я, пожалуй, бы начал с вас. Вы вице-губернатор по социальным вопросам, если можете встать, будьте так любезны. Вот, начальник Александр Петрович. А первый вопрос. Почему расформировали эту комиссию по борьбе с наркоманией? Почему общественного совета больше нет? Что произошло? Ведь это были полезные вещи. Я с вами согласен, Владимир Владимирович, что эти инструменты были именно полезными. И они у нас не расформированы, понимаете? Просто за последнее время, в связи с тем процессом политическим, который проходил на территории области, объединением с Усть-Ордынским, Бурятским округом, с достаточно частной сменой руководителей глав, руководителей субъектов нашего региона, с формированием новых составов правительства, К сожалению, эти инструменты не работали так, как они должны были работать. У нас на сегодняшний день межведомственный коррекционный совет существует, работает. Я, как заместитель губернатора, возглавляю этот совет. За период моей работы в Иркутской области я дважды проводил седание совета. Но, конечно, понимая те проблемы, которые у нас сегодня стоят, и такое количество больных, наверное, нужно это делать чаще, больше, активнее, конкретнее. И, наверное, вот эти наши моменты, которые показаны здесь, в этом сюжете, говорят о том, что мы в этом сегменте не дорабатываем. Но, тем не менее, вот в период подготовки к этой передаче, в период, когда мы получили первую информацию о приезде вашей группы, о вашем приезде, мы, безусловно, ситуацию даже вот на этот момент уже обратили какие-то более пристальные внимания. И вот последние действия, последнего, допустим, двухнедельного, трехнедельного периода, мы посмотрели, значит, достаточно серьезно переоценили подходы к этой работе. И я думаю, что вот эти наши, это наша положительная переоценка на этом этапе, закладывает такой фундамент, который позволит нам оценить правильно эту ситуацию и наметить те пути, которые мы можем, в принципе, предпринять для того, чтобы этот вопрос, ну, поставить под жесткий контроль, для того, чтобы не пускать его из поля зрения. Ну, а дальше время покажет, как мы с этим справимся, Владимир Владимирович. Вы знаете, у меня волей-неволей возникает такой вопрос, а если бы вы не знали, что мы приезжаем и не приехали бы, как вы полагаете, все бы это вот последние недели происходило бы? Нет, я говорил это специально для того, чтобы поднять, в общем-то, значение вашей группы и вашей передачи. Дело все в том, что такие марафоны, такие передачи, такие телемарафоны, они нужны, потому что они формируют и настроение не только чиновников, они формируют и настроение и отношение к этому жителей. Почему? Потому что я убежден, что одними проблемами или одними только действиями чиновников эту проблему не решить. От нас зависит организация работы, от нас зависит много того, чему мы должны дать толчок. И вот эти моменты, они все равно в той или иной мере присутствуют. Но я уже сказал свою точку зрения, что вот недостаточно, наверное, именно активность, в том числе связанная с объективными, ну, безусловно, и с субъективными моментами, конечно, они имеют место быть. Вот ту негативу... Хорошо. А я хочу сказать, что когда мы приехали, вообще не полностью, потому что я вот должен был к вам прилететь, но замерзший аэродром и так далее не позволил. Но наша группа приехала, встречалась с людьми, имеющими отношения к проблеме, и, скажем так, не были обласканы, не были обласканы. Были даже такие, а кто вы такие, собственно говоря? Чего вы у нас тут пришли? Зачем? И так далее, да? Не часто так нас встречают, но так нас встретили. Значит, я бы хотел сейчас переговорить с главным врачом спидцентра, значит, Олег Алексеевич Бурдуковский. Вы где есть? Здравствуйте. Значит, а вы с каких пор возглавляете спидцентр? Неполных два года. Вы можете что-нибудь сказать о вот эти два года, что вы возглавляете его? Какие есть изменения? Есть ли вообще изменения, которые, на ваш взгляд, ну, важны? С моей точки зрения, изменения есть все-таки в привлечении, во-первых, фокусированию к проблеме. Проблема в фокусе, общественное мнение. Мнение властей, мнение бизнес-структур, мнение общественных организаций. В чем это выражается, что вот в фокусе? Выражается в том, что проблема не замалчивается, цифры не умалчиваются. И построение сети контактов между государственными учреждениями, между медицинскими организациями, между общественными организациями. Я не хочу сказать, что это все идеально. Я не хочу причесывать эту ситуацию. Но есть мостики, есть обмен информацией, и есть, в конце концов, содружество и чувство локтя. Кроме этого, есть еще реальные инвестиции в решение этой проблемы. Я имею в виду, в первую очередь, те ресурсы, которыми мы можем работать. И решение, это кардинальное решение материально-технической базы, возглавляемого мной учреждения. Это строительство новых корпусов с участием средств и федерального, и областного бюджета. У меня вопрос, тут мне дали очень интересные вещи. На вашем сайте 20 ноября нашли такой документ, обширный прайс-лист на медицинские услуги, оказываемые вашим спеццентром. И, среди прочих, есть цена профилактического семинара – 1900 рублей, справка о сдаче зачетов – 200 рублей. Почему вы считаете, что правильно брать деньги за профилактику? Я не думаю, что это правильно, и не думаю, что это именно речь идет об взятии денег за профилактические мероприятия. Но я вас уверяю, что уже этих цифр в прайсе нет. А куда они делись? Исключены эти мероприятия. С каких пор? С декабря месяца. Ага, понятно. Все, спасибо большое. А вообще так просто, чтобы вы понимали, что это не придумано. Вот у меня пресс-курант «Цен на медицинские услуги», и тут есть целый раздел, который, видимо, исключен. Ну, совпадение, очевидно, что с нашим приездом связано. Ну, бывают такие приятные совпадения. Вот, хорошо. Значит, вообще у вас есть, я все-таки еще задам один вопрос, у вас есть какая-то идея о том, как можно вообще переломить ситуацию? Она плохая, согласитесь, да? Ну, вот у вас есть какая-то принципиальная идея, вот что надо сделать? Вот главное, первое. Вот есть такая идея, это интегрирование усилий, интеграция усилий всех, кому эта тема неравнодушна. И чтобы этих неравнодушных людей было как можно больше. Каждый понимал, что проблема коснется именно его. Действие в едином векторе, действие в едином системном взаимоотношении всех структур общества. Прошу вас, спасибо. Вообще, есть ли комментарии, желание высказаться, убедительно ли прозвучало то, что я сейчас вам дам возможность сказать. Пожалуйста, или, так сказать, мы все будем молчать, сидеть, так сейчас. Прошу вас, представьтесь, пожалуйста. Павел Циколин, нештатный советник, губернатор Иркутской области по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции. На самом деле, то, что сказал Олег Алексеевич, вот эта позиция, она была уже выработана и в 2006 году при действующем губернаторе Тишанине. На самом деле, есть вектор, и руководство, и правительство это все понимают. На самом деле, непонятна причина, почему вот во время политических перестановок, пока у нас назначалось руководство, пока менялся состав правительства, те люди, которые отвечают за эту проблему, почему-то, ну вот неприменимо, наверное, слово расслабились, но почему-то на приоритетность, пока нет толчка от руководства, толчка от передачи, от телемарафона, того или иного шоу, почему-то проблема сразу ушла на второй план. То есть мы усилия большие оставили на медицинском аспекте, на выявлении, на диагностике, но вот вопросы профилактики почему-то у нас ушли, хотя у Иркутской области есть все возможности, у нас есть такие показательные вещи. У вас есть ответ, вы говорите, почему-то, почему-то, вы можете ответить, почему? Я считаю, мы очень часто разделяем понятия и вот эти сегменты, да, вот у нас есть хорошие моменты по работе по профилактике наркомании, значит, нужно совмещать эти вещи. У нас есть прекрасная работа по работе с молодежью, по работе с активной молодежью, по развитию актива именно молодежного, почему мы не можем совмещать тему профилактики ВИЧ-инфекции уже с действующей моделью. То есть нужно просто применять в этом направлении, как раз вот об этом речь и ведет Олег Алексеевич, но нам на самом деле никто и не запрещал это делать. Так, пожалуйста, я кто-то, я видел руку, да, прошу вас, пожалуйста. Хмыльников Владимир, главный редактор газеты «Вся неделя» Ангарс. Ну вот ваш приезд, он показал, что ситуация-то была достаточно запущенная. Я понимаю объединение округа с областью, я понимаю смену губернатора, я понимаю перестановку правительства, но когда речь идет о цифрах, которые исчисляются тысячами, я не думаю, что это оправдание. Да, кто-то еще хотел? Нет, да, прошу вас, сейчас подойду к вам. Пожалуйста, встаньте, будьте любезны. Представьте. Леонид Трудов, медицинский центр Рады, сексологический центр. Я думаю, что что делается, это в принципе хорошо, но у нас на протяжении десятков лет не делается ни на федеральном уровне, ни на областном, не решается программа полового воспитания. Она много раз ставилась на телеканалах, она много раз ставилась в городе. У нас нет систем, у нас нет методичек, у нас нет подготовленных кадров и нет финансирования для того, чтобы проводить это воспитание. Оно не дается ни в школе, оно не дается ни в колледжах, оно не дается ни в институтах, ни в урситетах, ни в аспирантуре. Этим занимаются только специалисты-врачи-сексологи, и на этом все закрывается. Тема как таковая в Российской Федерации отсутствует полового воспитания на всех уровнях. И в моем понимании для того, чтобы переломить ситуацию, как вы говорите, нужно вводить это на федеральном уровне, на областном и на городском. И тогда эта тема будет решаться. Должны создаваться методички, должно создаваться нормальное воспитание. У нас учат математики, у нас учат физики, химии, но никто не учит возобновления между мужчиной и женщиной. Это с самоучкой в основном, да. Это получается все самоучки. У нас вообще такой примитивный образ восприятия данной проблемы. На ней все улыбаются, и вот СПИД как раз был тем тестом, что если эта проблема не будет поставлена, нормального, хорошего образования, наверное, это не остановить. Да, пожалуйста, прошу вас, встаньте, пожалуйста. Заведующий миссионерским отделом Иркутской партии, протерей Вячеслав Пушкарев. Вы знаете, я способен ответить, почему. На самом деле все просто, всем абсолютно все равно. А почему? А потому что внутри самого народа сложилось такое как бы подспудное отношение к тому, что чем скорее вымрут, тем лучше. Это, конечно, цинично сейчас звучит, безусловно, но это правда. И власть так же считает? Все так считают. Они, конечно, с точки зрения государственных чиновников, да, они хорошие, добрые люди, и они стараются исполнять приходящие сверху директивы. Но они воспитаны, так как все остальные, в стране абсолютное наплевательское отношение вообще на все, не только на этот вопрос. И мы можем сейчас говорить о чем? Мы можем говорить, конечно, о половом воспитании, как будто оно кому-то помогло, это воспитание. Оно было в Америке, оно было в Германии. Никому не помогло, и оно нам не поможет. Надо сейчас говорить не об этом. Нужно говорить, что мы сейчас должны, немножко, даже немножко забыв уже о тех, кто сейчас болеет, чуть-чуть забыв о них, вот, да, оставив для них профилактику, оставив для них медикаменты, сегодня подумать о тех, кто еще не заболел, не об активной части молодежи, а о тех, которые не активные, которые как раз заболевают этим заболеванием. Активные-то как раз не сильно-то заболевают. Вот, мы должны подумать о их воспитании с самого начала. Вот с самого начала. И вот тут зрелая мысль прозвучала о том, что мы должны комплексно к этому вопросу подойти, но уже никогда люди болеют. А вот в начале, и тогда вы спросили, можем мы переломить? Да, мы можем. То есть мы сегодня должны совершенно парадигму изменить воспитание. Понял, спасибо. Прошу вас. Талмачева Людмила, метапсихолог. Ну вот я полностью согласна с предыдущим участником, я считаю, что все-таки нужно заняться воспитанием на уровне души. Потому что действительно, да, в последнее время отношение такое, не учите меня жить, лучше помогите материально. Это практически все говорят об этом, да, и поэтому и цены в преискуранты там в интернете и везде все такое прочее. Я сама несколько раз предлагала телевидению, давайте создадим программу, я могу дать такую очень мощную воспитательную программу на уровне души, но почему-то это неинтересно никому. И получается, когда мы чтим вот наши корни семейные, когда мы чтим нашу душу, в принципе, и не нужны будут вот эти вот уже методы лечения, будет профилактика намного лучше. То есть институт семьи, все-таки, мое мнение, лучше развивать. Пожалуйста, да. Сейчас подойду к вам. Воскин Александр, сообщество людей, живущих с ВИЧ, председатель правления Иркутской региональной общественной организации, сообщество людей, затронутых эпидемией ВИЧ-спит. Воскин Александр, можно немножко больше? В кавычках. Более того, учитывая то, что 62% на сегодняшний момент половой путь передачи, вы не представляете себе, какие клиенты и на каких машинах, и как одетые приезжают к некоторым равным консультантам, поэтому речь о том, что это маргинальные слои населения уже не идет. У нас на сегодняшний момент генерализованная эпидемия, которая проникла во все слои, в самые различные социальные слои, и поэтому то, что мы об этом молчим, это один из тех самых показателей о том, что эта эпидемия не только инфекционная, но и эпидемия молчания, есть такой термин. Эпидемия молчания, то, о чем молчится. Вы знаете, я в предыдущие годы организовывал несколько акций, я приглашал телевизионщиков на эти акции. В 50 метрах проводилось на Уридского у нас открытие магазина, там был весь цвет телевизионщиков, а то, что у меня 20 студентов стояли и делали вот такую вот красочную акцию рядом, 30 минут стояли, застывшие, не приехала ни одна группа. Спасибо. Спасибо большое. Да, прошу вас, пожалуйста. На мой взгляд, нужно что-то делать для неактивной, чтобы было ей чем заняться и уже перейти в другую категорию активной. А чтобы это сделать, на мой взгляд, нужно говорить о создании какого-то центра молодежи, как минимум волонтерского центра, да, и как максимум дворца молодежи. То, того места, где молодежь бы могла собираться, реализовывать проекты, идеи и собираться не кружкообразно в помещении 2 метра на 2, а о чем-то больше, может быть, стоит поговорить. Ну, может быть, и стоит. Я хотел бы сейчас переговорить с министром здравоохранения Гайдаром Намедовичем Гайдаровым. Значит, во-первых, здрасте. Во-вторых, что вы мне можете сказать по поводу положения с фит-спидом? Этим вы занимаетесь. Ваши ощущения, ваше мнение. Вы все правильно сказали, и все участники сегодняшнего марафона о том, что да, в Иркутской области ситуация очень такая серьезная, и показатели об этом говорят, да. На мой взгляд, очень важно сегодня то, что объединить все усилия общественных фондов, организаций, интеграции, координации действий. Но, на мой взгляд, как врача сегодня очень низка ответственность каждого гражданина за здоровье его. Это первое, это наша культура. А она называется санитарная культура сегодня населения. Второе, наверное, мы сегодня забываем о том, что есть такое понятие о настороженности. Есть онкологическая настороженность, а вот психологическая настороженность о том, что я могу заболеть и быть зараженным, к сожалению, этого тоже нет. И поэтому, наверное, здесь вы правы, что нужно профилактические мероприятия, средства соответствующие, которые бы направили на осведомленность населения о том, что это плохо. А скажите, какие средства тратятся, ну, скажем, вот в этом году, в 2009 году вообще на борьбу с ВИЧ-спидом в Иркутской области? А если это за счет бюджета, по программе, которая у нас существует, это 8 миллионов 500, а по глобальному бюджету и по национальному проекту здоровья это более 260 миллионов. И какая часть этих денег тратится на профилактику? А часть этих денег тратится, а миллион 200 тратится на профилактику из 8500. Это, конечно, мало, недостаточно, но подготовили предложение губернатору, и эти предложения, они будут обязательно приняты для того, чтобы эти средства больше, и те формы, которые мы предлагаем уже губернатору, они будут решаться в 2010 году. Это вы тоже подготовили в декабре, я так понимаю? Да, мы подготовили это не в декабре, а я работаю три месяца, в течение трех месяцев мы очень серьезно проанализировали ситуацию, и сегодня, да, не потому, что вы приехали, хотя мы очень уважаем вашу программу, и мы готовились к тому, чтобы все-таки проанализировать еще более глубоко, накопать, как говорят. А эти материалы мы все-таки представляем сегодня для руководства области, чтобы мы могли принять какие-то более... Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к журналистам? Хорошо отношусь. А почему вы не разрешаете своим сотрудникам без вашего бедома общаться с журналистами? Это не моей компетенции сегодня не разрешать, а мое... было желание принять участие самому. Ну вот вы и принимаете. Нет, мое участие было принять участие в посещении Центра СПИДа, я бы тоже хотел принять участие. Такое пожелание было. А то, что не разрешать, это не моя компетенция, вы, наверное, знаете. То есть нам говорили неправду, очевидно, да? О том, что я могу запретить, а посещать или не разрешать, еще раз повторяю, это не моя компетенция, и таких запретительных функций я не давал. Хорошо. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я давно слежу за вашей деятельностью в плане выступлений по этой проблеме. Так. С 2001 года. Вы никогда не затрагиваете другую точку зрения. Это во-первых. Ну а что касается информации, в мире 6 тысяч ученых, которые отметились и печатными работами, и книгами протестующих против ВИЧ-спида. То есть как протестующих? Я продолжу. Вы выразите свою мысль. Они против ВИЧ-спида? Да, против теории, официальной теории ВИЧ-спида. То есть, что ВИЧ является причиной вот этого синдрома, приобретенного иммунодефицита. В 2008 году, это весной было, в мире собрано 3 тысячи подписей, опять-таки ученых, включая нобелевских лауреатов. А какого, кстати говоря, нобелевских лауреатов? Мне было бы интересно. Карим Улиц. Вот. Ошибаете. Минуточку я договорю. Да. В ООН требуется запретить эту программу вообще. Ну вы сторонник чего? Чтобы я хоть понимал вашу точку зрения. Я считаю, что ВИЧ, это в принципе, это мифический вирус. То есть, нету? Да. Я этой проблемой занимаюсь 20 лет. Хорошо. И вот вопрос. Почему вы никогда не, я не поверю, что вы со своей эрудицией не обращали внимания на наличие таких работ и таких ученых? Спасибо. Значит, я совершенно не собираюсь здесь дискутировать. Но вы считаете, что ВИЧ нету? Ну и на здоровье. Я считаю, что есть. Именно потому, что этим занимаюсь. Слишком много видел умирающих людей от этого заболевания. Нет, на стадии СПИДа. Но вы оставайтесь при своем мнении. Я совершенно не собираюсь вас переубеждать. А может быть, еще есть люди, которые считают, что это все придумано. И что иммунный дефицит – это, так сказать, что-то другое, не имеющее отношения. А вы хотели. Прошу вас. Алиса Безруких, психолог. Вот как бы сейчас товарищ очень хорошо сказал психологический. Ничего в нашей стране. Нет инвалидов, нет ВИЧ. Это очень удобно. Очень удобно психологически. Потому что, когда я их вижу, мне страшно. От того, что я тоже могу заболеть. Могу быть в их ряде. И проблема ВИЧ 25 лет уже идет по миру. И сколько принято деклараций. Сколько было конференций. И профилактика, наверное, идет. Но ВИЧ ничем не отличается от людей, которые колясочники. То есть мы на них не обращаем внимания. Нам страшно видеть себя в них. И поэтому легче их просто сказать, что их нету. Руковожу общественной организацией 6 лет. И ни разу, никуда не была приглашена где-то по проблеме ВИЧ. Хотя сама работала с ВИЧным физическим мальчиком. Это фильм Клетка. Который сейчас уже растет. И ему 6 лет. И это проблема. Потому что любая болезнь откладывает отпечаток на психику. И с ними нужно работать. Их нужно видеть. И не говорить, что нету. Так можно сказать, нет ничего. Только есть мы. И это всемогущество такое. Да, кто-то еще хотел сказать. Да, прошу вас. Добрый день. Я врач-инфекционист. Колчина Светлана Алексеевна. Центра СПИД. И могу заверить. Пожалуйста. Господин Агеев, который говорит, что он занимается 20 лет. А я работаю 10 лет в СПИД-центре. Мы занимаемся лечением и профилактикой. Я считаю, что мы работаем. И наша работа успешна. Но господина Агеева за 10 лет, который действительно интересуется проблемой, я ни разу в СПИД-центре не видела. Я не видела, когда бы он интересовался этим. Давайте я вас перебью. Значит, эта программа не о господине Агееве, не о ком-то другом. Ну, человек считает, что нет. Ну, считает и на здоровье. В конце концов, я не вижу смысла вести дебаты. Он имеет право на свое мнение. Он ссылается на мнение каких-то ученых. Несомненно, могут быть и такие. Меня лично беспокоит положение в стране, положение в области. У меня другая точка зрения. Я буду продолжать заниматься тем, чем занимаюсь. Да, пожалуйста. Станислав Тонько, представитель правления общественной организации. Знаете, я отношусь, наверное, еще к качеству, которое называют молодежь. Вам сколько лет? Мне 37 лет. Уже все, все, дорогой мой. Но мой род деятельности застает меня все-таки делать это, продолжать. И я вижу такую тенденцию, что все-таки, конечно, профилактические мероприятия, они важны. Но когда они заставляют молодежь остановиться перед тем же самым, допустим, беспорядочным сексом, например, или употреблением легких наркотиков. Ну, очень часто, что нету страха у молодежи внутри, когда дело доходит, да. И вы помните, когда у нас было время, да, когда Горбачев, при Горбачеве вырубили все сады. Чем начали заниматься? Не сады, а виноградники. Да, да, виноградники, да. Люди начали употреблять лану, я не знаю, самогон, что угодно. Все, что горит. И решили мы проблему. Конечно же, не решили. Я знаю, что проблема, допустим, наркомании, ВИЧ, СПИД, она начинается гораздо раньше, чем молодежь, можно сказать, активный или неактивный. Я знаю, допустим, активных девушек, которые утром учатся. А что такое активные девушки, я не понимаю. Например, которые учатся, занимаются образованием, там, ну, как бы, они ставят цели для себя в жизни. Они, например, до обеда учатся в университете, после обеда они занимаются проституцией, там, или еще что-нибудь, да, в этом роде. Почему же вы так считаете? Нет, ну, что же не знаю. Нет, а что, в чем заключается ваша мысль? Мысль заключается в том, что все-таки проблема сокрыта в семье. Вот. И решать эту проблему нужно гораздо раньше, чем уже человек стал подростком до 18 лет. Спасибо. Я вот просто хочу, чтобы вы подумали вот над чем. Считаете ли вы, что в семьях люди более пожилые, так сказать, ну, старшие, вообще разбираются в этом вопросе, в курсе, могут объяснить и так далее. Вообще, считаете ли вы, что население информировано? Понимает, знает. Значит, если у вас есть по этому поводу мнение, я попрошу вас придержать его и посмотреть сюжет. Опрос на улицах вашего славного города. Ненаучный срез, разумеется. Ну, тем не менее, посмотрите. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А знаете ли вы тот факт, что в Иркутской области 60% ВИЧ-инфицирования происходит половым путем? Ну, как бы догадываюсь. Ну, я как бы об этом слышала, что вот такое у нас происходит, но меняется, как бы страну обошло. Ну, точно цифры я не знаю, но примерно догадываюсь. Статистика одинакова по стране. Да, слышал я об этом. Информация проходила, и по телевизору проходила эта информация. Как вы думаете, почему это происходит? Знаете, нужны законы построже. Законы насчет чего? А вот, да, вот в счет того, кто распространяет это дело. Инфицированных надо изолировать вообще. Их надо лечить капитально, а не выпускать никуда. Так же, как и наркоманы. Вот это же в основном наркоманы инфицированные. Вы согласились со мной? Много, наверное, причин, основная из которых очень рано начинается половая жизнь у молодых людей. И они в меру своей какой-то, возможно, неосведомленности не защищаются или считают это чем-то таким не очень важным, незначительным. Я думаю, что ни у кого нет рецептов, потому что если бы они были, это бы давно уже осуществлялось. То есть, общий уровень, не знаю, общий уровень культуры, морали, я не знаю. Больше презервативов распространять в вузах бесплатно. Ну, это тоже средства все известные, какие-то из них практикуются. Давайте попробуем сделать какие-то прям репрессивные методы в связи с этим. Разобьем общежития на мужские и женские. Будем жестко приглядывать за различными заведениями. Вот прямо так жестко, серьезно. Ну, вот, что самое смешное, мне же этого, конечно, не хочется, но я понимаю, что по-другому сделать невозможно. Считаете ли вы себя в группе риска? В этом нет. Зачем? Мне это не надо. Нет, я сегодня считаю в группе риска. Нет. Вам это никаким образом не угрожает? Нет. Я думаю, нет. Категорически не отношу. В данный момент нет. В группе риска? Я думаю, что нет. Я считаю, что лучше об этом не думать. Ну, вот, такой разговор. Значит, во-первых, никто не боится, никто не в группе риска. Все хорошо. Все-таки удивительно, да? Вообще, вот, почему вы думаете такой уровень осведомленности? Прошу вас, да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Ну, у меня такая мысль появилась. Проблема неосведомленности связана с не то, что скрытой информацией. Ее, конечно, никто не закрывает от нас и не прячет эти цифры. Они где-то есть, может быть, на сайтах, еще где-то. Но пропаганды открытой, широкой, не ведется абсолютно. То есть я, хоть и редко смотрю телевизор, но все-таки какие-то бывают, да, передачи, но вот полномасштабного такого действия не происходит. Информация не распространяется и не ведется активной пропагандой среди молодежи. Ну, будем употреблять, может быть, слово просвещение, да, а не пропаганда. Пропаганда – плохое слово. Да, прошу вас. Основа государственного образовательного учреждения Центр профилактики, реабилитации и коррекции Министерства образования Иркутской области. Денис Налегаврилов. Да, действительно, у нас с 2005 года в Иркутской области внедряются превентивные образовательные программы, направленные на профилактику ВИЧ-СПИДа. Эти программы реализуются в 27 муниципальных образованиях. Я могу назвать, что более чем 50% средних общеобразовательных школ имеют эти программы. Мы готовим специально учителей-прементологов, которые как раз занимаются именно внедрением этих программ и профилактикой ВИЧ-СПИДа в образовательной среде. И нужно сказать, мы работаем совместно с областным центром СПИД. И когда подводили итоги, говорили, какой процент ВИЧ-инфицированных среди подростков, оказалось, что за 10 лет, начиная с 1999 года, это практически сократилось в 10 раз. А сколько же было в 1999 году? Какой процент? 14, по-моему, и 3 десятых. А в 10 раз меньше сколько будет? 1,4. Могут подтвердить наши коллеги, которыми мы работаем с областного центра СПИД. Очень поздравляю вас с этим. Да, прошу вас. Областной кожно-венерологический диспансер Должницына. Вы знаете, хотелось бы несколько вот еще привлечь ко второму вопросу внимания. Наше общество, давайте мы посмотрим наше общество, оно в целом позиционирует позицию сексуального риска. Вы посмотрите, что делается на экранах. Эротизированные клипы, глянцевые журналы чем угодно привлечают молодежь, начиная с сексуальных отношений, кончая отношениями, там, ну, всякими разными вопросами. Значит, все клипы, которые сегодня идут. И вот мы достаточно активно занимаемся с подростками. У нас открыт детско-подростковый центр на нашей базе. И что получается? Молодежь заведомо мотивируется на поведение сексуального риска. Сегодня школьники говорят о том, что добрачные контакты, 80% школьников говорят, да, это свободно. Вот мы говорим сегодня о профилактике. Активно очень проводится профилактика, и в нашей области очень активно проводится профилактика. Возможно, она даже более продвинута, чем в других территориях, поскольку у нас работают интернет-газеты, у нас работает интернет-консультирование, у нас работают... Но вы знаете, что положение-то у вас много хуже, чем в других районах. Так что здесь не может быть лучше работаем, но результат хуже. Вы знаете, я хочу сказать, что вот та позиция общества в целом, в частности телевидение, которое дает массивную эротизированные программы, никоим образом вот ту профилактику, которую мы проводим, ну, нам достаточно трудно с этим бороться. Это во-первых. Этого достаточно пока. Вообще, спасибо большое. Значит, у нас всегда виноваты телевидение. Это известное дело. Если плохо играем в футбол, виноваты телевидение. Если высокие цены, телевидение. Если преступность, телевидение. А как насчет сами? Как насчет сами? Вообще, ответственность бывает своя. А то, что... Ну, по идее. И то, что в школе очень рано начинаются половые отношения. А семья тут ни при чем. Это все телевидение. А то, что детям разрешают смотреть, то, что называете эротику, это как, телевидение виновата? Подумайте чуть-чуть. Если мы изменим телевидение, мы решим вопрос ПИДа? Как вы думаете? Прошу вас, дайте микрофон, пожалуйста. А это Курбан Айтович, врач-инфекционист. Знаете, если участвует факт, что основном болеют, главным образом, я бы сказал, болеют ВИЧ-инфекцией молодежь, то сегодня я бы сказал, что ни в стране, то есть в масштабе нашей страны, ни в масштабе нашего региона нет хорошо работающих и пользующихся авторитетом молодежных организаций. Ведь мы стараемся все, что связано с советским периодом, отметать. А ведь были хорошие организации среди молодежи, проводили воспитательно-просветительную работу. А сейчас что делать? Ничего. Абсолютно. Ни в школах, ни в учебных заведениях. Объединяющих молодежных организаций нет. Каждый представлен сам по себе. Более того, вот два слова скажу. Ваш рецепт. Ваш рецепт. Все плохо. Что надо делать? Создавать надо вот такие организации, чтобы объединяли бы. Молодежь сам себе представлен. Надо занимать их время. И кто это должен занимать? Начинать надо с государственного уровня. Политика должна быть определенная в этом плане. Прошу, вот здесь микрофон. Будьте любезны. Здравствуйте еще раз. Слышно меня, да? Да, да, говорите. Юлия Мамонтова, я корреспондент газеты «Областная». Но я, с одной стороны, хочу заметить такой нюанс. То, что в нашей Иркутской области 20 тысяч заключенных. И это тоже накладывает определенный отпечаток на всю картину. То есть очень многие оседают, остаются у нас. И очень многие из них являются носителями ВИЧ в силу того, что они когда-то были наркозависимыми, либо ими остаются. Это один момент. И еще второй. Если посмотреть статистику, большинство ВИЧ-инфицированных как раз люди в возрасте 24-29 лет. Это работающие люди. И здесь, наверное, больше надо работать как раз вот с этой категорией населения, какую-то профилактику проводить. Вы говорите о ВИЧ-инфицированных. Да, да, это об этом цифры говорят. Как бы сделать так, как вот говорил представитель Русской Православной Церкви, с теми работать, кто еще пока не запомнил? Вот вы еще не говорили. Сейчас я к вам подойду. Сергей Шмидт, Иркутский государственный университет. Ну, в провинции любят, когда самое-самое. Вот когда слышат, что у нас очень много вещей инфицированных, это тоже входит в какой-то, знаете, такой джентльменский набор региональной гордости. Я, по крайней мере, неоднократно это слышал, что вот у нас и больных СПИДов больше, чем везде. Ну, а если говорить совсем серьезно, то все-таки надо иметь в виду, какого типа это проблема. Наше общество устроено так, что мы очень хорошо умеем справляться, неплохо умеем справляться с экстраординарными проблемами. Когда что-то приходит, надо чему-то противостоять, так сказать, в режиме спецоперации что-то такое серьезное сделать. Поскольку СПИД не относится к такого рода проблемам. Я сейчас скажу ужасную вещь. СПИД – это часть нашей обыденной жизни. То есть это проблема, которая присутствует как элемент обыденной повседневной жизни. Просто мы не воспринимаем ее как чего-то сверхъестественного, с чем надо бороться в режиме спецоперации. Вот и все. Да, прошу вас. Меня зовут Михаил. Слышал, говорил, что готовятся учителя, какие-то программы образовательные. Но вот я проводил и был нескольких и во многих школах. Я не видел учителей, что где-то в школах проводились профилактические работы. И когда приходишь, есть школа открывается, и школа закрывается. И мы говорим о проблемах, да, надо говорить среди ВИЧ-инфицированных, я сам ВИЧ-положительный. Надо проводить с них работы, проводить там, но надо начинать, а тут все идет. Я слышал неоднократное выражение родителей. Да пусть поживут, не понравятся, разойдутся. Это уже говорит о том, что и в семье разважены моральные устойки, которые должны быть. И в школах есть очень много хороших программ. И говорится, и в отдаленных местах, и в маленьких поселках, там говорится об этом. И проводятся программы, но они не поддерживаются. И порой, когда начинаем там проводить эти программы, сверху начинают их закрывать. Прямо так. Прошу, передайте вот рядом соседу. Меня зовут Артем, председатель городского студенческого совета при администрации города Иркутска. Вот сказали по поводу нет общественных организаций молодежных. Хотелось бы возразить. У нас очень много общественных молодежных организаций. И у нас проводится очень много мероприятий. Здоровая весна, здоровая осень, ряд недель здоровья, которые проводятся, стали традиционными, да, где как раз поднимаются вопросы профилактики ВИЧ и СПИД. Приходят, мы сами как молодежь приходим и говорим о ВИЧ и СПИД для своих ровесников, то есть свой своему, такая вот технология. Это намного лучше, когда придет там доктор или скажет, нас слушает, да. Меня очень просто обидело то, что вы говорите, что нет таких, очень-очень, порядка 100-150-200 молодежных организаций. Но не всегда, просто вы знаете о них. Вот вы знаете, что на Урицкого 1 декабря проводился флешмоб по поводу ВИЧ и СПИД. Вы же не знаете, вы ездите все на машинах, я понимаю, конечно, но вот те, кто шел, они все это видели. И там была перед нами статистика. Вот, то есть, ну, если как бы вы не видите этого, то не значит, что молодежные организации не работают, титанически не работают. Ну, вы знаете, на самом деле просто то, что мы видим, это конкретные данные, понимаете, конкретные данные таковы. Что сегодня положение хуже, чем три года тому назад, хуже, а не лучше. Произошло ухудшение ситуации, понимаете. Вот поэтому, сколько там не было вас, значит, не работает, что-то не так, что-то не так. Вообще, вот эти слова, типа мероприятия, от которых просто, ну, простите, тошнит. Когда мне скажут, к вам в школу пришел превентолог, я сразу побегу в другую сторону. Что такое превентолог? Вообще-то все как-то казенно. Думаешь, ну, где же человеческий разговор? Где, вот, пожалуй, батюшка для меня, это один из тех, хотя мы с ним идеологически не на одном, не по одну сторону, но это был человеческий разговор. Знаете, к сожалению, со временем не очень. Я хочу вам показать один сюжет. Вот он позволит еще чуть-чуть поговорить об этой теме. Посмотрите, пожалуйста. Историю Усть-Ордынского спеццентра можно было бы назвать типичной для российской глубинки. Однако события последних нескольких месяцев выводят ее из ряда тривиальных. Все началось в 1999 году, когда на территории некогда автономного Усть-Ордынского бурятского округа были зарегистрированы первые случаи ВИЧ-инфицирования. Через два года после этих событий по распоряжению главы администрации округа был организован Центр по борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями. Было выделено здание, определены штатные единицы, и борьба с инфекцией началась. До 2005 года Усть-Ордынский спеццентр входил в десятку лучших центров в России. Однако судьба успешного государственного предприятия резко изменилась после объединения автономного округа с Иркутской областью. Сменялись губернаторы, менялись министры здравоохранения, и в какой-то момент в чью-то начальскую голову пришла революционная идея – реорганизация. Когда шли рабочие завещания, когда шло планирование, мы планировали сами, и нам говорили, что Центр спецсохранится и даже расширится территория нашего обслуживания. Мы были к этому готовы. Мы думали, Ольхон, Жигалова, Качек, мы еще дополнительно будем с ними работать. И уже настраивались, подготовили людей. В общем, как это зачастую бывает, хотели как лучше, а получилось как всегда. Сегодня, в морозные зимние дни, заброшенное здание спеццентра представляет собой грустное зрелище. Замерзшие цветы, пустые врачебные кабинеты. Здесь, в некогда уютном зале, собирались волонтеры, помогающие врачам, эпидемиологам вести профилактическую работу. Часть медицинских специалистов вынуждена была уволиться. Кто-то ушел в Иркутский областной спеццентр. А что же стало с двумя сотнями пациентов, приверженных местному спеццентру? Стало ли им лучше в результате подобной реорганизации? Когда я узнала, что спеццентр закрывают, это было как бы тяжеловато, потому что в нашем спеццентре работают такие люди, к которым можно обратиться по любому поводу. Так как нас считают вообще изгоями, в принципе, в больнице отношения, ну, будем так говорить, предвзятые, то тут у нас просто приходишь, открываешь человеку душу, и человек подскажет, как лучше сделать, и всегда поможет. И с работой, и, ну, со всеми, в принципе, нюансами в нашей жизни. Я думаю, многие пациенты, которые приходят в это здание, которые уже привыкли здесь получать помощь, у меня есть знакомые, которые получают непосредственно здесь помощь. Они просто не имеют такой возможности, чтобы ездить в Иркутск или еще куда-то в другое место получать эту помощь. А помощь им нужна, ведь это очень серьезное заболевание. Бывший главный врач Устерденского спеццентра, а ныне просто врач-инфекционист Елена Мария Сергеевна, еще на что-то надеется. И это ее право. Ведь, как говорят, надежда замерзает последней. Ну и что, продолжайте надеяться? Вы знаете, все произошло очень быстро и радикально. Нам уже нашли новое здание. Это когда, в декабре? Ну, на самом деле, эта идея была с самого начала. Просто вот механизм реализации немножко затянулся. Значит, теперь уже все в порядке? Да, можно сказать, что в процессе реализации всех моих мечт. А почему так случилось, что закрыли? Что по-вашему? Ну, как это можно объяснить? Ну, совершенно сказать, что закрыли, это невозможно. Мы же остались. Да, там какой-то костяк все равно остался. И реорганизация, на самом деле, не завершилась. Она как бы поэтапно продолжалась. Ну, технические вопросы сейчас будут решены. И я думаю, что все будет у нас хорошо. Главное, что все мои больные живы-здоровы. И они знают, куда прийти. Где они могут получить помощь. Ну, я вас поздравляю с этим. Вообще, наш приезд, очевидно, прошел недаром. Так, ну, прошу вас. Вот у нас осталось примерно 7 минут. Прошу. Вы хотели что-то сказать? Да, я хотел сказать. Волков Константин, министр политической культуры, спорта и молодежной политики Иркутской области. Ну, на наших глазах что мы видим? Что ВИЧ-вирус из маргинальных групп вырвался на свободу. То есть сейчас заражаются приличные люди. Мне нравится. А так те неприличные, да? Я имею в виду немаргинальные группы, которые себя причисляют к числу приличных людей. Вот уже было сказано, приезжают на шикарных машинах и так далее и тому подобное. Значит, есть несколько способов эту проблему решить, как я вижу. Один из тех способов, это радикально. Чтобы мы вернулись в сторону к тому состоянию, когда на вашем известном ток-шоу одна женщина сказала, что на стране секса нет. Но он же был все-таки. Понятно. То есть, ну, к этому можно сказать, что мы можем прийти, и секса не будет у нас, и проблема как бы решена. На самом деле, нужно сделать так, чтобы люди, которые уже поняли, что на самом деле угроза очень серьезная, и чтобы заставить таких нас всех ответственность ввести, нужно эту проблему каждому человеку прямо ввести в голову. Все говорят, какие-то профилактика, какие-то мероприятия, но никто говорит, что это такое. Вот я не услышал, что это, а что это на самом деле. Ну, одну из задач нашей молодежи, я вижу, в том, чтобы такую сделать даже как бы рекламу антиспида, то есть очень должна быть креативная, мощная, чтобы доходила прямо в голову до самого сердца человека, чтобы он понимал, что эта угроза стоит уже на пороге у него. Он это понимал. Потому что, как сказал Сергей Шмидт правильно, что наши люди не чувствуют угрозы этой. Ее как бы нет. Ну, где-то кто-то ходит там, а реально она нет у меня. Но человек должен понимать, что она уже рядом с ним стоит, и можно заносить ее в любой момент. Так, да, вот именно вопрос. Да, прошу вас, прошу. Депутат Законодательного собрания, главный шер-гинеколог Иркутской области, Протопопова Наталья Владимировна. Вы знаете, вот сейчас как раз мы смотрели сюжет, и вот у меня такое впечатление сложилось, что, ну, вот вы приехали, как добрый господин, и все проблемы стали решаться. Я с этим в корне не согласна. Вы знаете, ведь ВИЧ-инфекция, вот, может быть, вас пугает цифра 28. А я считаю, может быть, это хорошо, что в Иркутской области все-таки достаточно хорошо организована выявляемость. Это с одной стороны момент. Второй момент, конечно, требуются вопросы комплексной профилактики. И то, что сейчас половой путь, вот я по роду своей специальности почти каждый день встречаюсь с ВИЧ-инфицированными семьями, социально адаптированными, которые выходят замуж и вступают в брак, зная, что партнер инфицированный. Как проводить профилактику? Люди осознанно идут на построение данной семьи. Сейчас появляются уже новые, это люди продвинутые, образованные, которые просят использовать вспомогательные репродуктивные технологии и ставят вопрос прежде всего о здоровье потомства и здоровье ребенка. Поэтому мне кажется, что вот на этом этапе мы достаточно хорошо работу проводим. А сказать, чтобы полностью прекратить распространение ВИЧ-инфекции, вы знаете, я не возьму за это. Ну, вы знаете, до этого очень далеко, давайте не будем самообманываться, там успехи какие-то могут быть, конечно. Значит, вы знаете что, осталась одна минута. Вот время так оно и пролетело. Мы могли бы говорить еще час совершенно спокойно. Давайте признаем вот что, что положение неблагополучное, что этим мало занимались. Я очень надеюсь, что, Александр Петрович, ну, скажите два слова, но на самом деле время вышло. Два слова буквально следует. Давайте подумаем вместе. Проблема есть, проблему знаем и вместе будем решать ее. Ну, давайте. Я надеюсь, что эта программа будет способствовать тому, чтобы каждый подумал и чтобы каждый понимал, все-таки мы за себя отвечаем, дядя не отвечает за нас, и заниматься этим надо вместе. Теперь в конце программы я бы хотел предоставить слово, своеобразное слово, действительно, молодежи. Так, давайте. Время жить, Иркутск. Выбирай, время жить. Хи. Хи. Еще осталось время все изменить. Сейчас время жить, сейчас время жить. Постарайся все оценить. Услышь нас, это время жить. Жизненная драма без подвоха, без обмана. Искореженные судьбы под дурманом. В ход идет, наркоситуация. Ей не нужны пиары, ротации. Экипаж скорой помощи спешит на вызов. Каждый день для врачей здесь есть сюрпризы. Передозировка их уже не удивишь. Всем помощь не успевает, как не поспешить. Родители хоронят детей, они дети, их подростки умирают. Они числятся в живых седые головы отцов. Приступы у мам родного чада больше нет. Света нет, один туман. Ведь не так же бы должно, плана жизни не таков. Но ведь не это суждено, сколько жизней, чем грехов. Сам Бог проливает слезы, видя похоронные четыре розы. Исчезает молодое поколение без следа. И вот на кладбище еще одна могильная плита. В 85-й тире 09-й плачет тот, кто был на кресте распятый. Горячие точки, разборки не на кулаках. Наркоманские притоны, суициды на глазах. Можно наблюдать и ничего не делать. Тогда что будет дальше? Дальше с этой эрой. Еще стало время все изменить. Сейчас время жить. Мы будем жить. Постарайся все изменить. Сейчас время жить. Сейчас время жить. Еще стало время все изменить. Мы будем жить. Сейчас время жить. Постарайся все изменить. Услышь нас. Это время жить. Время жить. Друзья, время жить. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok